Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарського на радио НВ. Наша программа, знаешь, Юр, становится какой-то пророческой. Вот только вчера мы, на самом деле, каркали, что, судя по всему, локдаун выходного дня перерастет в тотальный локдаун. Так вот, министр культуры... Что ты за слова используешь, каркали. Мы не каркаем. Мы пророчествуем. Мы пророчествуем, совершенно верно. Ну, а тут серебряный шар, кости бросаем, опять же, там, я не знаю, на картах Таро гадали. Но, оказывается, что правильно нагадали, потому что министр культуры Александр Ткаченко предлагает двухнедельный тотальный локдаун на новогодние праздники. Ну, мне кажется, решили совместить приятное с полезным. И так, наверное... Расстрелы и парады, а потом решили... Решили совместить, да. Торжества. Сначала казни, потом торжества. Потом решили совместить. Мне кажется, что дело-то в том, что... Так мало две недели. По идее, если локдаун, то три недели он должен быть. Именно столько в среднем протекает болезнь у одного человека. И вот для того, чтобы разорвать процедуру передачи вируса от одного человека к другому, если выводить локдаун, то, по идее, насколько я понимаю, по медицинской логике он должен длиться три недели. Ну, ты видишь, медицинская логика не всегда, вернее, почти никогда не совпадает с логикой политической, потому что мы слышали совершенно разные сообщения от властей о том, как, почему, когда и при каких условиях будет вводиться тот или иной формат карантина. И они часто противоречат друг другу, и пока непонятно, что на самом деле будет. Ну вот ладно, хорошо. Чем заниматься на тотальном локдауне? Ладно, у тебя, у тебя коты есть. Так. А всем остальным, у кого котов нет? Слушай, ну, в конце концов, мы же живем не в 17 веке, не в 18 веке. В 17 веке было огромное количество, чем заняться. Не знаю, пойти посмотреть на сожжение ведьм. Ну, вот устрой себе сожжение ведьм во дворе. Что, у тебя ведьмы, что ли, ни одной нет в подъезде? Нет. Ну, заведи и сожги, что-то как маленький. Хорошо. Не-не, я имею в виду, что смотрите. Каждый сам кузне своего счастья, намекает нам Юрий Масарский. Никто не отменял книжки, никто не отменял фильмы, никто не отменял общение с семьей, никто не отменял... Да сейчас, вон, смотри, ты можешь фактически в любой более-менее крупный, интересный музей зайти онлайн и потратить. Тебе никаких каникул не хватит для того, чтобы там, не знаю, Лувр осмотреть, осмотреть какие-нибудь итальянские музеи. Ты скажешь, так, почему нас всего на две недели заперли? Хочу еще полгода на локдауне, не успел с творчеством старых мастеров ознакомиться. В общем, Юра по-стариковски нам набрасывает классических бабушкиных советов, посиди дома, книжку почитай. Да, а что? А твои молодежные-то советы не работают? Да, работают. Ну, потому что молодость твоя давно ушла еще. Да, работают, прекрасно работают на самом деле. Ну-ка, 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 расскажи. Ну, я не знаю, можно витействовать всяческими разными способами. Ты просто и слова-то такого не знаешь, но это понятно. Да вот знаю, знаю. Хотя ты его притащил из того самого XVIII века, когда ведьму жгли где-то. Не забыл же его. Все остальное ты забыл, а это слово ты не забыл. Притащил с собой из темных веков. Я устал, я ухожу, говорит нам Дональд Фредович Трамп. Ты видел? Это мы сейчас с тобой откатываем обязательную программу. Ну, давай, честно скажем, у нас есть произвольная программа. Это когда ближе к концу уже. Так, о чем еще будем говорить? О чем еще? И начинаются джазовые импровизации в эфире. А есть обязательная программа, которая нам дарит лента новостей, и мимо которой мы не можем пройти. Но я, кстати, полез посмотрел тот твит. Он растянулся на два сообщения. Да, Трамп сразу два запостил. Сразу два. Ну, то есть в одно не уместилось. Сообщение, из которого стало понятно, что в итоге выборов Дональд Трамп не готов признать. Он все еще называет их нечестными, называет их подтасованными, называет участников выборов коррумпированными. Сами выборы максимально коррумпированными за всю историю Соединенных Штатов. Но при этом он благодарит руководительницу своего... Администрации общих служб, Эмили Мерфи. Да, своего агентства как раз по управлению государственным персоналом, если так переводить на более понятный язык. Вот он ее благодарит Эмили Мерфи за то, что она... Во-первых, за то, что она долго и надежно служила стране, и, среди прочего, упоминает о том, что сейчас она вынуждена заниматься передачей дел от одной администрации к другой. Не то, что он прямо говорит о том, что, ребят, все, мы закончили, я передаю. Он в этом нагромождении слов о долге стране и тяжелых временах, через которые сейчас всем приходится проходить, упоминает, что есть процесс передачи власти. Ну, он как бы говорит, я вам, на самом деле, ничего не должен, но деньги в тумбочке, если что. Ну, по большому счету, это выглядит вот так. И теперь Эмили Мерфи, которая возглавляет федеральное агентство США, которая отвечает за координацию процесса передачи полномочий от одной администрации к другой администрации, соответственно, я так понимаю, будет потихонечку объяснять Джо Байдену, вот, а вот этот телефон с двуглавым орлом, это для связи с Кремлем, а вот этот вот, я не знаю, там... Ты думаешь, там прям настолько все плохо? Ты думаешь, придумали, где Трампе, там такое появилось, и он там гимн Советского Союза слушает? Вот эта фирменная шапка-ушанка, вот это, вот, я не знаю, там, двустволка, подаренная прежним им, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, лед тронулся, как минимум в этом вопросе, судя по всему. А еще администрация Трампа проиграла суды в нескольких штатах, где она судилась, пытаясь оспорить победу Джо Байдена. Причем заведомо была проигрышная история, заведомо было понятно, что даже если где-нибудь, какие-нибудь 5, 7, 8, да даже 10 голосов они отсудят, ну, на конечной-то картине, на итоге голосования это уже, ну, никак не отразится, может быть, только порадует каких-нибудь людей, которые в этих судах защищали интересы Трампа. Но не вышло. Не вышло. Помнишь, Павел, мы с тобой вчера обсуждали, когда как раз выборы, вспомнили о Твиттере, который легко найти по аббревиатуре ПОТУС. Да, официальный президентский. Да, а как ты думаешь, а как расшифровывается официальный Твиттер ФЛОТУС? Ну, легко. Ну, давай. Ну, правда, легко. Ну, давай. Ну, а у тебя никаких догадок нет? Я не хочу угадывать. First lady of the United States. Ух ты, то есть у первой леди есть официальный? У первой леди официальный государственный американский аккаунт. Вот у Мелании Трампа, у него есть личный свой аккаунт, а есть государственный, на котором выкладываются какие-то сообщения, фото, видео, связанные не с ее личной жизнью. А ей в личку написать можно? Я не знаю, не пробовал. Ты хочешь? Я не знаю. А давай, что бы ты написал? Ну, вот представь, что бы ты написал Мелании Трамп? Вот что бы ты такое? А, вот неважно, мы сейчас что-нибудь напишем Мелании Трампа, нам уже миссис Байден ответит и скажет, не пиши сюда больше. Так вот, она выкладывает, ну, на самом деле отдельная история, прежде чем рассказать о том, почему я вдруг о ней вспомнил, расскажу немножко о ее вот этой вот странице «Флотус» и о официальной странице вице-президента Майка Пенса. Вот если заходить на эти официальные страницы, то такое ощущение, что ничего не произошло, никто никуда не собирается уходить, никакого поражения на выборах не было, они как жили, так и живут. Ну, у Пенса, правда, там последнее сообщение было 19 ноября датировано, но тем не менее, в то время уже все было понятно, это, в конце концов, всего несколько дней назад. Уже было понятно, уже известно было, что на самом деле придется уходить, придется освобождать. Но они все там, мы провели совещание, мы боремся с коронавирусом, мы там нацелены на углубленную... А что им писать? Ой, а мы сейчас на РНБ себе жилье подбираем, там, я не знаю, потому что из Белого дома нужно съезжать. Или, я не знаю, друзья, никто не сдает в районе Нижнего Манхэтта на трешку? У нас игра угадайка сейчас, ты не угадал, ты проиграл, ты не узнал, что такое «Флотус», не тебе сейчас новые загадки загадывать, а я должен тебе. Ты проиграл, а ты продолжаешь меня заваливать, а что мы напишем этим, а что этим делать? Юра на правах старого социал-дарвиниста пытается... Причем ты социал-дарвинист? Ты проиграл, все, у тебя нет больше никаких прав, теперь я буду всем рулить в этой студии. Уходи, да-да. Нет, нет, смотри, она выложила, она, я имею в виду Мелания Трамп, Мелания Трамп, первая леди, все еще первая леди, до конца января, так или иначе, они будут оставаться с мужем в Белом доме, выложила несколько фотографий и ролик вчера, а нет, сегодня уже, да, сегодня это было выложено, но, скорее всего, вчера привезли официальную елку в Белый дом рождественскую. Я хочу тебе сказать, что есть две истории про эту елку, одна про красоту, а вторая про политику. Я начну про красоту. Короткий ролик, он там 15 секунд или около того, и всего 4 фотографии. Что красивого? Красивая повозка, на которую привезли, это действительно повозка, привезли елку, два тяжеловеса, запряженные, такие мощные, две лошади с мохнатыми ногами, с высокими холками, такие очень красивые. Сама елка в этой повозке выглядит очень свежо. Оркестр встречает военный в красных мундирах. Ребята стоят из гвардии, из морской пехоты, гвардейцы стоят на входе в почетном карауле. Сама Миланя одета прекрасно, со вкусом, явно все у нее в порядке. И про политику теперь. Вот есть Миланя, есть ребята, которые привозят эту лодку в Вознице, есть люди, которые, как я уже говорил, играют музыканты оркестра, есть работники Белого дома, сотрудники, которые втискивают эту елку в Белый дом. Там, кстати, внезапно оказывается, что в прихожей полно других елок, поменьше. Есть люди, не знаю, я подозреваю, что это какие-то сотрудники аппарата первой леди или кто-то еще, но нет Дональда Трампа. Вот его нет. Вот такое ощущение, что она такая... А он выносит предыдущую елку. Она мать-одиночка, но вот соседи пришли помочь заодно, а тут еще, значит, елку принесли, а детей нет. Муж на работе. Муж, муж. Так она же тоже на работе у мужа. Но вот грустная история. Грустная история про первую леди. Ну, знаешь ли, скоро, в конечном счете, может быть, она подарит нам какие-то новости. Кто знает, может быть, слухи эти все конспирологические версии оправдаются, и мы еще будем наблюдать каким-нибудь бракоразводным процессом. Ты имеешь в виду слухи о том, что Мелания ждет, не дождется окончания своего и мужденного пребывания в Белом доме для того, чтобы наконец-то подать на развод и стать свободной женщиной, освобожденной женщиной Запада? Джанго освобожденная, Мелания освобожденная. Не знаю, сложно, во всяком случае, как-то комментировать новости, которые со стороны выглядят все-таки как... Давай, не буду слухи зну. Да. Ты лучше мне скажи. Давай. Как ты думаешь, чем займется Дональд Трамп, чуть не сказал, на свободе, после того, как перестанет быть президентом? Есть у тебя... Вот у меня, я честно могу сказать, у меня есть работа мечты, на которой бы я хотел увидеть Дональда Трампа уже, ну, пускай не в феврале, а пускай месяц отдохнет, в марте. Ну как? У тебя есть такая работа мечты, на которой бы ты хотел увидеть Дональда Трампа? Гринч? Похититель Рождества? Ну, например. Ну, это уже будет поздно, он уже, ну, то есть это уже только следующее Рождество. Что ему еще целый год делать? Есть у тебя такая... Ну, давай, предложи. Нет, у меня есть, но я хочу, чтобы ты сначала подумал, вот чтобы сначала ты рассказал о том, где бы ты мечтал видеть Дональда Трампа, а потом я расскажу о своей мечте, связанной с Дональдом Трампом. Подвинь стандарты. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Не проживет Дональд Трамп без наших советов, а потом Юра Мацарский требует, чтобы я вот срочно озвучил пожелание, где я хочу увидеть 45-го американского президента после того, как на... Может быть, ты хочешь, чтобы он был твоим соведущим, например? Да, Господь с тобой, нет. Просто сейчас перезапускают в планы голливудских продюсеров, на самом деле, перезапустить фильм «Один дома», Трампа может вернуться на съемочную площадку, сыграть самого себя. Ну это же скучно. Слушай, ну это скучно. Ты даже рассказываешь об этом скучном. Да ему на самом деле не придется скучать, у него же несколько десятков исков, от федерального уровня до уровня штатов. Вот, вот я как раз... Смотри, есть куча исков, я могу себе представить. Понятно, что так не бывает, что такое только бывает где-нибудь там в сериалах, в детективах. Ну вдруг, вот представим себе, к нему приходит Джо Байден, нет, к нему приходит человек от Джо Байдена с папочкой и говорит, вот смотрите, мистер Трамп, на вас тут такое количество дел, и вы выбирайте, вы либо сейчас... В тюрьму, либо в Афганистан. Я где-то, я в Рэмбо-2 это видел. В Иран поедете послом. В Ираново послужить. Послушай, ну это же совсем жестко. Почему жестко? Ну он же снес, соответственно, все договоренности с Ираном. Я вообще разорвал все, что мог. То есть ты ему вручишь судьбу Грибоедова, ты же понимаешь, что его уже там растерзают. Нет, я не думаю, что его растерзают. Почему? Ну времена не те уже, понимаешь? Времена не те, но было бы интересно посмотреть, было бы интересно увидеть, как он будет разорванный еще в конце 70-х, начале 80-х отношения налаживать с Ираном. Знаешь, как в Иране штаты называют? Ну? Большой сатана. Большой. А есть малый. Был малый. Был малый сатана Советский Союз. Ага. Это при том, что на секундочку, на секундочку, а вот с Соединенными Штатами Исламская Республика Иран разорвала отношения из-за коммунистов. Вот по-настоящему из-за коммунистов. Ну их расскажи. После того, как в конце 70-х случилась, в самом конце 70-х случилась Исламская Революция, пришел Айтала Хамини, ныне покойный, к власти вместе со своими сторонниками, они еще не были, у них не было монополий на власть, потому что революция была далеко не только руками его сторонников организована. Там было огромное количество националистов, левых, социалистов, коммунистов и так далее. И вот коммунисты играли одну из самых заметных ролей в этой революции, и они-то как раз в первую очередь настаивали на том, что одним из первых шагов после изгнания Шаха, после ликвидации монархии, должен быть разрыв в отношении с Соединенными Штатами, которых они винили в провале модернизации, в том, что Шах так ориентировался на Штаты, что забыло о наших каких-то собственных вещах, о собственных достижениях. И для того, чтобы отобрать у коммунистов монополию на антиамериканизм, для того, чтобы привлечь на свою сторону их сторонников, он, собственно, и пошел в хамени на разрыв отношений с Америкой, провозгласил их большой сатаной, большим сатаной. До сих пор вон там жгут американские флаги, по поводу и без повода ругают Штаты и так далее. Ну, а история про малого сатану тогда? А малый сатана, Советский Союз, потому что иначе и быть не могло. Малый сатана лез, прошу прощения, и в Афганистан, и пытался в страны исламского мира принести свою социалистическую идеологию, что страшно не нравилось, естественно, и хамени, и всем прочим в его окружении. Мы же уж как-то с тобой рассказывали в эфире, что когда началась перестройка в Советском Союзе, Горбачев у хамени слал письмо с предложением не пытаться обновить социализм, не пытаться каким-то образом его перестроить, а сделать нормальную исламскую республику по образцу той, которую он тогда уже вовсю строил в Иране. Ну, сегодня, на самом деле, ближневосточных новостей много, и у меня такое ощущение, что это просто Юрины призывы небеса таки услышали и послали ему. Вот, например, новость о том, что премьер-министр Израиля тайно посетил Саудовскую Аравию, и страны могут якобы подписать мирный договор при посредничестве США, и в этом случае это уже будет история про то, как Трамп помирил Израиль с тремя арабскими государствами, точнее, с четырьмя. Ну, ты видишь, сколько людей, столько и мнений здесь. Так растолкуй. А что здесь растолковывать? Пока ничего не понятно. Почему ничего не понятно? Потому что почему-то вдруг министр образования Израиля говорит о том, что да-да, встреча такая была, да, действительно. Вот Помпео прилетел в Саудовскую Аравию, Помпео госсекретарь США, встречался там с наследным принцем, который на самом деле уже вовсю и о царя, и занимается... Мохаммед бен Салман. Да, и внешней, внутренней политикой. А при этом в окружении самого Мохаммеда бен Салмана рассказы о том, что ничего такого не было, вы что, это какой-то бред, какой-то кошмар. Тем временем идут рассказы о том, что не просто шла речь о нормализации отношений. Тоже на какие-то, ну, уже на какие-то источники, совершенно сосылка на источники, не названные, не желающие себя каким-то образом проявить, полностью анонимные, о том, что встреча была не просто о нормализации, а о создании военного альянса во главе с США, Израилем и Саудовской Аравией, антииранского как раз. Они все не любят Иран по разным причинам, но все не любят Иран. И США, и Израиль, и Саудовская Аравия, и вот на фоне этой нелюбви готовы забыть о любых своих противоречиях, и вместе, возможно, что-то такое устроить. Но, не знаю, мне кажется, что торопятся те люди, которые говорят о том, что сейчас они, Трамп, напоследок устроит большую войнушку и начнет бомбить Иран, и оставит Байдену в наследство очередную неразрешенную клубок противоречий. Мне кажется, сильно торопятся по той простой причине, что Трамп далеко не один, кто должен принимать такое решение. В конце концов, это не Северная Корея и не Россия. Там не может от воли одного человека зависеть такое судьбоносное решение, как начало или окончание войны. Но такого не бывает. Поэтому даже, мне кажется, если бы он очень захотел, если бы он прям мечтал взять и разнести в клочья Исламскую республику Ирана, ему бы этого не удалось. Особенно тогда, когда он хромая утка, прямо будем говорить. Просто небольшая история вопроса. До этого года Израиль из арабских стран признавали только, по сути, Египет и Ордания. И Ордания, да. Две соседних страны. И в этом году еще три арабских страны, они признали Израиль, заключили какое-то подобие дипломатических отношений, наладили, это Объединенные Арабские Эмираты, это, насколько я понимаю, Судан. Бахрейн и вот сейчас Судан идет, да. Да. И я так понимаю, что если Саудовская Аравия и все эти слухи о переговорах Нетаньяху с наследным принцем, который, как ты говоришь, его царя, в конечном счете подтвердятся, то это будет стать четвертая страна в этом году, у которой с Израилем нормализуются отношения. А Саудовская Аравия – это крупнейшая страна региона и довольно значимая по своему весу. Богатейшая. Да, которая отделяет, соответственно, такая узкая полоска моря Красного от, ну, по сути, которая имеет морскую границу, если так можно сказать, с Израилем. И это, конечно, такая большая антииранская коалиция, что ли? Ну, если честно, я так понимаю, что Израиль с Саудовской Аравией давно втихую дружит как раз против Ирана. Официально не так-то просто об этой дружбе заявить, потому что в 80-е годы, когда как раз шла нормализация отношений у Израиля с Египтом, после того, как был возвращен Египту оккупированный ранее Израилем Сина, и шла вот эта более-менее нормализация, начиналась, Саудовский королевский двор даже не призывал там, значит, кого-либо нормализовывать отношения с Израилем, даже не говорил о том, что можно дружить и тому подобное. Просто там прозвучало какое-то такое одобрительное, несколько одобрительных слов в адрес египтян за то, что вот они сели за стол переговоров. И даже это вызвало шквал критики как со стороны соседей, так и внутри. Внутри Саудовской Аравии были массовые протесты, монархия всерьёз боялась за своё будущее. Поэтому они уроки прошлого выучили, и я думаю, что сейчас будут очень аккуратно себя вести. Давай ещё несколько слов о Саудовской Аравии, Иране и всё то, что эта история связывает, и потом перейдём дальше. Мы с того времени от времени рекомендуем что-то почитать, что-то посмотреть, не знаю... Я ещё сам твои советы на карандаш-то беру. Нет, я хочу, вот если нашим, кому-то из наших слушателей, действительно эта история интересна, если кто-то из наших слушателей хочет побольше узнать об исламской революции в Иране, о том, какую роль играла там в становлении нынешнего современного Ближнего Востока, Саудовская Аравия, и вот о там непростых взаимоотношениях стран-регионы между собой, очень хочу рекомендовать, недавно закончил книгу читать, которая называется «Black Wave. Чёрная волна». Она не переводилась, она свежая, она вышла в Штатах в январе этого года, 2020-го, ей ещё и года нет. Её написала журналистка, которая сама происхождением из Ливана, работает в США, но при этом почему-то в Википедии указана как ливанско-голландская журналистка. Ну, не будем прицепляться, может быть, потому что она работает ещё и где-то там на голландских медиа. Зовут её Ким Гаттас, и вот она написала книгу «Black Wave», в которой она начинается с мысли о том, что современный Ближний Восток и, в принципе-то, вслед за ним весь современный мир, он проистекает из трёх событий, произошедших в 79-м году. В 79-м году окончательно победила Исламская революция в Иране, в 79-м году Советский Союз вторгся в Афганистан, и в 79-м году произошёл захват запретной мечети террористами в Саудовской Аравии, в Мекке. Вот, собственно, три главных события, из которых она объясняет, написано это прекрасным английским языком, он такой, знаешь, это, с одной стороны, научный труд, но, с другой стороны, читается как детектив. Ну, понятно, почему Исламская революция в Иране, она сделала Ближний Восток, она изменила Ближний Восток, потому что, ну, мы понимаем значимость, значение и последствия этого шага для региона. Понятно, почему вторжение Советского Союза в Афганистан тоже поменяло карту Ближнего Востока. Расскажи в двух словах про третье событие, которое ты упоминал. Третье событие, о котором я упоминал, это захват в ноябре 79-го года несколько тысяч заложников в Мекке. Это действительно знаковое событие, потому что всё это происходило в запретной мечети. Почему мечеть запретная? Потому что там запрещена любая вражда. Ещё с первых лет, с первых веков распространения Ислама, с самого появления Ислама, эта мечеть была запрещена, в ней была запрещена любая ссора, любая вражда. Сам пророк Мохаммед её избрал в качестве... Все мусульмане мира молятся, обратившие взглядом к этой мечети, там Каба, вот этот чёрный куб расположен. И вдруг появляется группа людей, которые верят в собственное там божественное какое-то назначение. Эти люди долго готовят теракт, захватывают мечеть, тысячи человек берут в заложники. Эти тысячи человек... Кто-то убегает, кто-то остаётся там. Но, тем не менее, они много дней, с 20 ноября по 4 декабря, две недели, они находятся на территории этой мечети. Они расстреливают там полицейских, военных и так далее, с миноретов прямо этой мечети. Саудовская Аравия вынуждена прибегать к помощи французского спецназа. Непонятно, какую роль он там сыграл, потому что немусульманам в Мекку нельзя. По некоторым сведениям, французы занимались только обучением в этих самых спецназовцев саудовских. По другим сведениям, они номинально произнесли шахаду, приняли ислам для того, чтобы принять участие в освобождении заложников. В итоге всё это превращается в бойню, в которой погибает 255 человек. Это впервые за всю историю, вообще за всю историю ислама такое происходит в запретной мечети. А кем были террористы и какие у них были требования? Террористы были саудиты, и они ждали, требований у них особо никаких не было, кроме того, чтобы признать одного из них тем самым обещанным имамом Махди, который должен явиться ближе к концу времён. Но они достаточно быстро поняли, что тот из них, которого они объявили этим самым имамом Махди, спасителем, который явится в конце времён, им не является, а потому что он, отбиваясь от саудовского спецназа, сам себя случайно подорвал гранатой, пытаясь её забросить назад в солдат военных. И они оказались даже без того человека, которого требовали признать спасителем, реформатором ислама. То есть это была тупиковая, недоговорилоспособная история, которая была обречена на катастрофу. Она была изначально обречена на катастрофу, и для мусульманского мира это была совершенно невозможная история, невообразимая. А чем она изменила карту Ближнего Востока и лицо Ближнего Востока? Ну, во-первых, она продемонстрировала, что нет такого уж серьёзного единства внутри самой Саудовской Аравии, потому что почти все те люди, которые устраивали захват, они были с гражданами подданными к Саудовскому королю, они бросили ему вызовы, они посчитали его недостаточно, посчитали его, скажем так, недостаточно блюдущим религиозные предписания. Из этого во многом, понятно, что не только из этого, но во многом из этого выросло серьёзное диссидентское движение в самой Саудовской Аравии, которое потом распространилось по другим частям Ближнего и не только Ближнего Востока, Центральной Азии. Почему? Потому что вдруг появляются люди, которые бросают вызов Саудовской правящей семье, не потому что они там, не знаю, что-то не так делают, а потому что люди, которые называют себя, объявляют себя хранителями главных святыни ислама, живут, как этим людям кажется, не в соответствии с законами ислама. Поэтому, да, во многом это действительно история, которая стала серьёзным потрясением и, плюс ко всему, продемонстрировала, скажем так, уязвимость самой Саудовской Аравии, потому что, представьте себе, нет более священного места. Король Саудовской Аравии, он помимо того, что он король и глава государства, он же ещё и носит невероятно почётный титул хранителя двух главных святынь ислама, то есть, собственно, Кабы в Мекке и мечети пророков. То есть десакрализация самих себя и тех символических фигур, которые считались, ну, как бы, в определённом смысле вмонтированы в иерархию мусульманского мира. Всё именно так, именно так это и можно объяснить, да. И вот последние 40 лет мусульманский мир Ближнего Востока живёт под, ну, как бы, под влиянием этих трёх событий, случившихся в 79-м году. По крайней мере, об этом говорит книга, о которой мы с тобой обсуждаем. Как она называется ещё раз? Black Wave – Чёрная волна. Замечу, что вот тех террористов, тех захватчиков в мечети, кого удалось взять живым, их было около 30 или там 35 человек, их прилюдно казнили в одно и то же время, но в разных частях Саудовской Аравии. Вот таким образом монархия пыталась восстановить свой авторитет, показывая прилюдно, ещё всё это демонстрировалось по телевидению, что вот смотрите, как мы можем. Мы вот так вот с теми, кто покушается на наши какие-то, на святые для нас, как для власти вещи, мы вот поступаем именно так. Ну, у нас Украину с Ближним Востоком из актуальных новостей связывает только то, что с 1 января заработает зона свободной торговли с Израилем. Правда, не знаю, насколько это серьёзно и существенно повлияет на украинскую экономику, которая сейчас находится в очень сложной ситуации. Кстати, о том, чего ждать до конца года и о том, в каком состоянии, например, украинские бюджетники встретят январь 2021 года. Хорошая, большая тема. И, к сожалению, правительство делает её для нашей страны всё более-более актуальной, так что коснёмся непременно. Подвинь и стандарты. Подвинь и стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Ты о чём-то скучном нам хотел рассказать, о чём-то таком, что про Севати и зубы зубы. Нет, я отдаю тебе пальму первенства. Давай, 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 давай. Нет, нет, я жду. Ты хотел нам что-то рассказать? Рассказывай. Я тебе хотел про Северный Кипр рассказать, но я оставлю это на конец программы. Нет, ты сказал про экономики ты нам хотел что-то... А, об экономике всё-таки, ты считаешь, что это скучно? Ну, это само слово... Ты понимаешь, что нам непонятно, где 40 миллиардов гривен брать, кассовый разрыв в бюджете? Так. А знаешь, почему он возник? Расскажи. Ну, потому что Украина, соответственно, не выполнена своих обязательств перед МВФ. А МВФ должен был нам транш ещё дать в конце весны, начале лета. А деньги МВФ, если очень кратко описывать, то они, на самом деле, может быть, гранты... Ну, вот деньги от МВФ не столь большие по сумме, но это такой индикативный показатель для всех остальных потенциальных инвесторов, что эта страна договороспособная, что Международный валютный фонд с ней работает. А значит, если МВФ даёт этой стране в долг, то все остальные доноры тоже могут давать этой стране в долг. И после того, как мы не получили, соответственно, деньги от МВФ, и, например, по откровениям экс-министра экономики Милованова до конца года и не получим деньги от МВФ, это значит, что мы не получим деньги от Европейского Союза, мы не получим деньги от потенциальных инвесторов. А денег свободных в мире много, на самом деле. Они просто ищут страну, которая по индикативным показателям попадает под категорию потенциального инвестора. Если бы были деньги от МВФ, то потом бы... А у меня потом спрашивают, а почему ты говоришь, что это скучно? По индикативным показателям МВФ в страну... Рассказывает нам человек, который знает отличия между шиитами и суннитами, да? Так вот... Все знают. Просто особенность в том, что денег на самом деле в бюджете не хватает. И большой вопрос, что будет, например, с выплатой бюджетникам в декабре этого года? И откуда, собственно, эти деньги возьмут? Ну, кого занимать и где их... Ну, понимаешь, там же есть несколько вариантов развития событий. Судя по всему, деньги от МВФ, если мы не получим, то вот этот кассовый разрыв сократить за счет денег, которые пришли в страну из-за рубежа, не получится. Есть второй вариант. Взять и просто сломать через колено национальный банк, который пока что идет в отказ и говорит, нет, мы печатный станок запускать не будем. Но если начать печатать деньги, то, знаешь, это примерно как уйти в запой. Начать-то можно, а вот когда ты из этого процесса выйдешь, непонятно, потому что каждый следующий объем напечатанных денег... Чувствую руку мастера, знающего человека такого. У тебя правый глаз дергается, поэтому я в тебе тоже вижу глаз мастера. Так вот, если начать печатать деньги, ты же понимаешь, это всегда можно оправдать продолжение эмиссии благими намерениями. А ну давайте еще немного напечатаем для ковидного фонда, а давайте немного напечатаем для учителей, а давайте немного еще напечатаем денег, чтобы отремонтировать дороги и так далее, и так далее. А последствия, вот печатанных денег, они идут с небольшим задержкой, с временным лагом. То есть вот обесценивание денежной массы, которая дополнительно появляется в стране, она идет с определенным временным интервалом, да. И в итоге, когда придется расплачиваться за этот праздник невиданной щедрости, на это себя ощутят все, но, знаешь, вот как и у алкоголика, я подумаю об этом завтра. И если такая логика возобладает в экономическом блоке правительства или в офисе президента, на самом деле это будет действительно большая масштабная катастрофа. Еще один вариант, это заставить Нацбанк раскошелиться на золотовалютные резервы, забрать у Нацбанка определенную часть золотовалютных резервов, выбросить ее на рынок, соответственно, уменьшив резервы Нацбанка. За счет этого можно перекрыться частью наличности и, соответственно, часть дефицита бюджета закрыть, не приведя при этом к обесцениванию национальной валюты. Но это значит, что резерва в подушке безопасности у страны станет еще меньше. А реальный, самый сложный и самый правильный способ бороться с бюджетным дефицитом, это провести те реформы, которые требует от страны Международный валютный фонд, для того, чтобы таки получить транш от МВФ и, соответственно, всю следующую линейку дотаций от европейских структур. Слушай, ну ты очевидные вещи говоришь. Ты говоришь очевидные вещи, непонятно почему. Но эти вещи не столь уж очевидны, судя по всему, для Офиса Президента, который только к ноябрю выполнил домашнее задание, которое должен был сделать к июню. То есть вот с опозданием, по сути, в полгода Офис Президента выполнил домашнее задание перед МВФ и почему-то удивляется, а почему у МВФ возникают вопросы. Ну потому что в ноябре должен был быть выполнен совершенно другой список задач и требований от международных доноров. А вы сейчас июньские требования вы даете за те, что вы должны были выполнить осенью. Нет, ребята, вы идете с огромным опозданием. Ты смотри, сегодня такие вот ребята, как ты, у американского посольства проводили акцию. Нет, это такие, как ты. Это твои любимки из ПЗЖ. Ту усилию американского посольства. Вот они, у них тоже есть свой взгляд, они там Сороса водили, у них там был страшный Сорос. Ребята из ПЗЖ привели, устроили, как это правильно сказать, перформанс, не знаю. Привели человека в маске Сороса, который на поводке девушку, символизирующую Украину, таскал рядом с посольством. Просто ребята из ПЗЖ мечтают, чтобы Украину на поводке таскал человек с маской Путина, а не с маской... Желательно не с маской, а прям, чтобы настоящий был. А вот, чтобы настоящий, да. Поэтому, знаешь, это прекрасный образчик такого себе политического лицемерия. ПОДВИНИ СТАНДАРТЫ ПОДВИНИ СТАНДАРТЫ Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Можно вас поздравлять, Паша? Не, погоди. Тебя можно поздравить, скажи? Господи, да с чем? Тебя взяли в пул уже или ждешь приглашения? В пул чего? В пул блогеров при Офисе Президента Украины. Господи, Господь, с тобой, они же меня не любят. Почему это они тебя... Ты их любишь, они тебя нет. Что это за... Господи. За игрование ворота? Прекрати. Нет, нет, смотри. Есть сообщение. Он советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляков. Он сообщил о том, что при Офисе Президента будет создан пул блогеров, которые будут освещать положительные тренды, слово из твоего лексикончика, во внутренней политике страны. Их будут пускать... Подожди, это те самые люди, которые все время рассказывали нам про страшных парохоботов, теперь создают зеленоботов официально и говорят об этом в интервью? А я не знаю, теле это или не теле. Я не знаю, кто такой Михаил Подоляк. То есть я с ним лично не знаком. Я тоже. Не знаю, упоминал ли он когда-то, боролся ли он с парохоботами, воевал ли он с ними, сообщал ли о них. Смотри, он рассказал об этом в интервью изданию «Бабель», о том, что, смотрите, что 90% информпространства – это хейт. Это я цитирую его. И он посчитал, что это большая проблема, с которой будут бороться. Для того, чтобы бороться с этим, вот создают пул блогеров. Он, правда, сказал, что есть уже блогеры, которые сотрудничают с Офисом Президента. Им пока не платят, Павел. Им пока не платят. То есть ты зря туда подал заявление? Я не подавал туда заявление. Подавал. Я видел, как ты его писал. Ты что, такой, облигация или облигация? Я думаю, что ты в конце месяца так переживаешь, что тебе денег не хватает. Это не потому, что ты плохо работаешь. А потому, что мы с тобой до сих пор не работаем на Офис Президента. Не работаем, да. Но смотри, вот смотри, интересный момент. Смотри, у него, у Михаила подалека спросили. Журналисты из Бабеля спросили, а кто вот эти самые блогеры, которые уже начали сотрудничать с Офисом Президента, или вы с которыми ведете переговоры. Он никого не назвал, но начали перечислять фамилии людей, которые это могут быть. Сергей Иванов, Сергей Наумович, Сергей Гришин, политолог ОСБ Бондаренко. И он сказал, ну вот если, допустим, Иванов захочет с нами работать, почему бы ему этого не делать? Уклончиво ответил советник-руководитель Офиса Президента Украины. То есть, с одной стороны, он как бы избегал говорить о фамилиях, пытался как бы уйти от ответов, но, с другой стороны, прямо сказал, что там где-то... Я прям представляю себе планету Татуин, или где там, на какой планете в вселенной Звездных Войн делали армию для республики из дронов? Не-не, на какой-то другой. Татуин-то пустыня такая совсем была. Да-да-да, ну ты понял, да? Вот, соответственно, и там тоже собирают, я так понимаю, вот как раз-таки людей, которые будут рассказывать о положительных, нести в мир положительные новости из Офиса Президента. Но вообще, ты знаешь, без наиронии, я повторюсь, люди, которые рассказывали на протяжении нескольких лет... Аккуратней, аккуратней, твою заявку еще до конца не отвергли, там еще ждут, они прямо сейчас слушают, и там, значит, над фамилией Казарина сейчас, там занесли уже карандаш какой-нибудь подоляк или кто-нибудь еще, и типа там... Напротив твоей фамилии уже галочка давно стоит, так что жди 13-ю зарплату, я так понимаю. Так вот, на самом деле, ну просто Юра, он голосовал за Зеленского, поэтому в любом случае 13-я зарплата положена. А ты же жалеешь, что ты проголосовал за Зеленского? Нет, я так и как раз-таки... Ты не жалеешь! Ты не жалеешь! Слушай, мы в эту игру можем играть бесконечно, но у нас не так много времени, на самом деле. В общем, я в очередной раз поражаюсь, как те люди, которые три года или сколько там подряд рассказывали о ужасной армии парохоботов, теперь пришли во власть и начинают создавать свою армию зеленоботов. Кстати, о парохоботах у нас, я надеюсь, на этой неделе к нам придет Евгений Кузьменко, журналист «Цензор.нет». Помнишь, он на одной из пресс-конференций Петра Алексеевича, когда Петр Алексеевич был президентом, он сказал, ну, Петр Алексеевич, ну, слово парохобота, ну, не просто так же появилось, сказал ему Евгений Кузьменко. И что ему ответили? А как-то так Порошенко как-то очень так уклончиво тоже поступил. Ну, это же вот беда каждого украинского президента. Он всякий раз критикует своего предшественника за какие-то практики, а потом приходит во власть и вместо того, чтобы реформировать судебную систему, начинает ее пытаться с ней договариваться. Вместо того, чтобы, условно говоря, развивать независимые медиа, вроде Суспильного, он начинает создавать каких-то искусственных лидеров общественного мнения и так далее. Ты все равно выпрыгиваешь, типа, Владимир Александрович, дайте мне зарплату. Мы же знаем, что ты на Суспильном тоже работаешь. Ой, продолжай. Нет, нет, я... Ты мне скажи лучше. Давай вот о чем. Сама идея создания пула блогеров, я так понимаю, что... Мне так кажется, что странно работать в пуле блогеров бесплатно. Сама эта идея, она имеет право на существование? И если там... Ну, грубо говоря, есть же институт лоббизма. И все знают, что вот человек, который лоббирует чьи-то интересы, получает деньги оттуда, и все понимают, почему это происходит. И там где-нибудь в Америке или в Европе есть целые законы. Ну, понимаешь, но одно дело, когда ты официально выступаешь в роли какого-то партийного эксперта, партийного медиасопровождающего и так далее. Но ведь одновременно выступать в роли независимого наблюдателя, независимого комментатора, одновременно получая деньги от какой-нибудь из партийных структур, это уже совершенно не фэрплей. Нет-нет, а если ты при этом заявляешь о том, что ты работаешь вот на этих людей, что ты это делаешь не потому, что ты там вправду любишь кого-то из них, а потому что ты теперь, ну вот, защищаешь... Да, и много ты такие знаешь. Нет, мне просто интересно, насколько это... Ну, вот смотри, есть же у нас партийные каналы, и там понятно, что люди на них приходят, не потому что они там сильно любят Медведчука или кого-то еще, ну вот понятно, что... Но они вынуждены там часами рассказывать о том, какой он прекрасный. Ну, в общем, спасибо Михаилу Подалеку, да, если не ошибаюсь, за то, что он, во всяком случае, решился в интервью назвать вещи своими именами и признать и подтвердить те подозрения, которые существовали довольно давно, но вот у которых не было официальной подтверждающей галочки. Теперь она появилась. Знаешь, Юр, вот некоторые новости комментировать, только портить. Новость, которая пришла к нам с территории оккупированного украинского полуострова, и которая опубликовала некое издание «Первый Севастопольский», я так понимаю, какой-то российский пропагандистский ресурс, звучит так. «Крымчан первых в России начнут сжигать в картонных гробах». В обязательном порядке. И под заголовок новости звучит так. «Гроб из картона сгорает всего за несколько секунд. Это позволит сократить очереди в крематории Крыма». То есть в крематории Крыма стоят очереди. Я не думаю, что они стоят. Лежат. Я понимаю, что это очень цинично, но я не думаю, что они стоят. Смотри, есть еще информация тоже из временно оккупированного Крыма. Гюндус Мамедов, заместитель генпрокурора, он, кстати, долгое время был прокурором крымским. Он дал интервью или, по крайней мере, сообщил «Зеркало недели» о том, что более 20 тысяч украинских правоохранителей предали Украину и перешли на сторону оккупантов. Уже передано 143 дела по 148 обвиняемым в суды. И я так понимаю, что прокуратура активно ведет, следит за всеми ими, помнит о предателях. А они же часто, ну честно будем говорить, далеко не самые умные люди. Многие из них всерьез приезжают оформлять украинские паспорта для того, чтобы поехать потом в Европу по безвизу. Многие из них приезжают пытаться какие-то там требовать выплаты по выслуге лет из Украины. Ну, честно. И попадаются. Есть же такие истории. И вот там наши коллеги из ГРАД, из портала судебной журналистики, время от времени печатают про очередного орла залетного, который приехал и не понимает, а за что его вдруг схватили и начинают судить, отправлять за решетку. Ну, действительно, в Крыму огромное количество правоохранителей, практически подавляющее количество, за небольшим исключением, оно перешло на сторону России в феврале-марте 2014 года. В армии чуть ниже был показатель, хотя тоже огромное количество военнослужащих перешло. Но это понятно. Многие люди в Крыму... Чем это понятно? Почему люди, которые работают в СБУ? Там же какой-то должен был быть отбор, должны были как-то понимать. Ты знаешь, кстати, что в Крымской СБУ никогда не брали крымских татар? Нет. А то есть крымские татары считались главной опасностью? Потому что, более того, в Крымском СБУ было подразделение, которое работало по крымско-татарскому фактору, условно говоря, и вот они считались источником неблагонадежности до Майдана, и действительно, к ним было такое предосудительное отношение. Я уж не говорю, например, про службу внешней разведки. Службу внешней разведки и в СБУ для того, чтобы попасть, у тебя должна была быть, соответственно, рекомендация какого-то из действующих сотрудников. И, соответственно, это, знаешь, как петелька за петелечку вот так вот цеплялась. Подтаскивали своих. Подтаскивали своих, и крымские татары практически не попадали служить в украинские спецслужбы, в том числе в их крымские подразделения. В армии тоже армия была для многих крымчан, это кайси некурой. То есть ты как бы, тебя одевают, тебе платят денежное довольствие, и через 20 лет, возможно, у тебя появится право претендовать на квартиру от государства. Служишь недалеко от дома. А война, так какая же будет война? У нас же вон Будапештский меморандум, Россия союзник и так далее. Поэтому, когда Россия вторглась в Крым для абсолютного большинства армейских, для большинства армейских в Крыму, ну, это было как-то вот, я не знаю, как это еще? Мы воевать должны, огонь открывать? Да вы что, с ума сошли? Нет, нет, а не про избушников. Интересно, там они были настолько насыщены агентами и сами по себе уже склонялись. Или просто, ну, или такие соглашательские ребята были. Ну, кто-то соглашательский был. Кто-то понимает, что нужно понимать, что за время президентства Виктора Януковича очень большое количество реально боеспособных подразделений СБУ, ну, как боеспособных, дееспособных, которые занимались там флотской контрразведкой, в том числе работали по направлению по Черноморскому флоту, по российским группам влияния. Они были либо расформированы, либо их лишили все доступа к ресурсам и так далее, и так далее. И вообще СБУ активно при Януковиче регионалы в Крыму превращали в средства отжима бизнесов, в средства крышевания бизнесов, в инструмент рейдерства чьих-то бизнесов и так далее, и так далее, и так далее. И они, по сути, были обескровлены, те подразделения, которые были дееспособны по состоянию на весну 2014 года. И со всеми остальными действительно россияне вели какие-то переговоры, уговаривали их, соответственно, переходить на сторону российского оккупационного корпуса. Поэтому, когда случилось то, что случилось, действительно, количество сотрудников СБУ, которые бросили все и выехали на материк, оно ни в какое сравнение не шло с теми людьми, которые предпочли принять вторую присягу. И тогда же, знаешь, в феврале-марте, в мае, в апреле очень было популярно себя в Крыму убеждать, что вот, мол, той Украины, которой мы когда-то присягу приносили, ее там больше нет, там фейл-стейт, она сейчас развалится. Я так понимаю, что это как раз примерно с такими месседжами приехали представители оккупантов из ФСБ, из, там, я не знаю, из Минтовок России. Вот как себе среднестатистический СБУшный Летехов в Крыму себе объяснял, почему он принимает вторую присягу? Он говорил, ну все, той Украины, вот, которой я присягал, ее больше не существует, там государственный переворот, там это сейчас все развалится через 2-3 дня. Знаешь, ему в 16-м году, вот, интересно, как их корчило, когда они поняли, что... Да и в 15-м году, когда они поняли, что все их прогнозы по поводу того, что Украина больше несостоятельна и так далее, что они рухнули, что, оказывается, с этой Украиной Путин ведет переговоры там с президентом уже и в 14-м году и так далее, и так далее. Ты думаешь, корячило? Мне кажется, ну, ты видишь, они беспринципные, бесстыдные, очень часто безмозглые люди. Кого там могло... Ну, какие-то одноклеточные. Ну, они в основном в своей массе весной 14-го года занимались тем, что пересчитывали себе новый оклад по российским нормативным сеткам, сколько они будут получать и так далее. Кстати, Россия в Крыму тогда стала строить много ведомственного жилья, в том числе для избушников. Правда, кого-то и покидало. Вот один мой знакомый, который в Крыму в СБУ служил, а потом стал сотрудником ФСБ, сейчас в Пензе служит, например. А второй уволен из органов. А третий, правда, дослуживает. Даже квартиру получил ведомственную. Вот если 20 лет верой и правдой на ФСБшников отработает, то эта квартира, наверное, перейдет в его собственность. А мне вот интересно, когда оккупация закончится, что с этими квартирами будет? Ну, ведь понятно, что они убегут, но даже если сами они настолько тупые, что останутся, им родственники их объяснят, дети, внуки придут и скажут, дед, пойдем отсюда, тебя же повесят. Но даже если ты от прокуратуры спрячешься, тебя же повесят, там, татары, вернувшиеся к русским тюрьмам. А вот они очень надеются, что ничего на круги своя, на Кабрасу 2013 года не вернется. Хотя, откуда у них такая уверенность, совершенно непонятно. Хотя, действительно, некоторые конфликты, они способны длиться десятилетиями. Вот есть у нас, например, перед глазами пример Северного Кипра. Кстати, вот ноябрьская дата, хотел я, чтобы мы успели в ноябре ее коснуться. В 1983 году, в середине ноября, Турецкая республика Северного Кипра объявила о своей независимости от остального острова. Но этим событием предшествовали очень любопытные явления, и мне кажется, о них стоит вспомнить. Как думаешь? Я думаю, что стоит, тем более, тем более. Смотри, у нас о Кипре есть вообще повод поговорить. Почему? Потому что Кипр пригласили присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. К вот этому и самой инициативе, над которой сейчас работает украинский МИД, как можно больше стран хочет он привлечь к обсуждению путей деоккупации украинского полоса. Решено. Говорим. Ты нам обещал про Кипр, Северный Кипр. Друзья, в середине ноября в 83-м году Турецкая республика Северная Кипра заявила о собственной независимости. Но этому предшествовали события, которые тоже растянулись на несколько лет. В общем, был себе Кипр, который в 60-м, если не ошибаюсь, году получил независимость. От Великобритании. От Великобритании, да. Население которого складывалось из двух общин. Это турки-киприоты и греки-киприоты. И для того, чтобы, соответственно, существовал баланс между этими двумя разноконфессиональными, разнонациональными общинами одного и того же острова, вот поначалу выбирали какую-то компромиссную модель. Когда, например, президент грека, вице-президент, это, соответственно, глава турецкой общины. Или наоборот. Вот. И в 60-м году все это началось, но на самом деле гармонии вот изначально добиться не удалось, потому что конфликты начались очень скоро между двумя общинами. Каждая из общин начала создавать там какие-то, условно говоря, там отряды самообороны. И, соответственно, за греков-киприотов регулярно готова была вписываться, простите, за арго официальная Греция, а за турецкую, соответственно, общину официальная Турция. Из-за этого отношения между этими двумя странами, которые и без того имели огромный длинный шлейф конфликтов и так далее, и так далее, но они вообще иногда чуть ли оказывались не на грани войны. Если мне память не изменит, если мне не изменит память, то едва ли не с самого начала формирования органов власти независимого уже Кипра многие греки отказывались и прямо говорили о том, что отказываются подчиняться начальникам, министрам, руководителям каких-либо государственных агентств, если те турки по происхождению. Собственно, и это заложило, вот это вот недоверие изначально, неготовность представителей одной нации прислушиваться и подчиняться представителям другой, в итоге привело к разделу фактическому полуострову. Ну, а потом, добавок, еще и в Греции была диктатура правого толка, известная как черная полковников. Да, и она там с 67 по 74 год правила, и в 74 в конечном счете и случилась на Северном Кипре, точнее, простите, на Кипре победа своих собственных путчистов, идея которых была в том, что, а давайте вот не будем играть в независимость, давайте присоединим остров к Греции. Ну, собственно, черные полковники эти греческие организовали путь, организовали свержение официальной власти для того, чтобы привести, ну, фактически своих людей. Ну, и Турция не могла на это не отреагировать, она высадилась на острове и, по сути, ввела войска, аннексировав, оккупировав северную часть острова. Чуть больше трети. Чуть больше трети, да? Чуть больше трети всей территории острова. 36 небольшим процентов территории Кипра, естественно, северная его часть, потому что он называется Северный Кипр, были оккупированы, достаточно быстро, кстати, продвигались турецкие войска. Ну, там и греческие войска очень скоро оказались, потому что Греция не могла не отреагировать, высадила свой, соответственно, военный контингент, и там в боевых действиях до 15 тысяч человек погибло-то, на секундочку, потому что там полноценные боевые действия были с авиацией, с танками, с артиллерией. С эсминцами, стянутыми как раз в акваторию Кипра, всё как надо было. Ну да, там вот я смотрю, там беженцами, например, стали 400 тысяч турок-киприотов и 200 тысяч греков-киприотов, то есть, ну, это было такое полноценное боевые действия. И в итоге на севере Кипра образовалась эта самая турецкая республика Северного Кипра. Северного Кипра, она образовалась не сразу, как отдельное независимое государство. Поначалу, поначалу она существовала просто как эдакая неподконтрольная остальному Кипру территория. И это продолжалось с 1974 по 1983 год. И, соответственно, легитимной частью республики Кипр считалось вот всё без этого севера, где была вот, как бы, по сути, турецкая власть установлена. 1983 год приходит, и турецкая республика Северного Кипра говорит, всё, хватит этих попыток объединить нас в одно государство. Мы независимая республика. Её независимость, кстати, признала только Турция. Прилететь на самолёте в Турецкую республику Северного Кипра можно только с территории Турции. И это любопытно, что, ну вот, собственно, единственное государство, которое признаёт существование этого такого вот себе турецкого анклава на северной части республики Кипр. Ну вот там совсем недавно Эрдоган, Раджептейп Эрдоган, президент Турции, он же гостил на северном Кипре, приезжал туда поздравлять нового президента в конце октября. Потому что новый президент – это его, по сути, ставленник. А вот предшествующий, например, президент Турецкой республики Северного Кипра, он про Эрдогана много всяких колкостей говорил, и он вообще был сторонником того, чтобы объединить северную часть Кипра с остальной частью Кипра в некое федеративное государство. Так ведь был же даже референдум проведён. В 2004 году был целый план по объединению, который бы отдал широкие полномочия властям каждой из частей Кипра. А во главе общего правительства поставил бы президиум, в который входило бы несколько греков и несколько турков. Греки отказались. Греки отказались. Турки поддержали, а греки отказались. И вот сейчас победил на выборах в Северном Кипре как раз сторонник вообще полного разрыва любых отношений, строительства своего отдельного национального государства на Северном Кипре. И прилетевший туда Раджепте Пардоган призвал все страны, остальные мира признать вслед за Анкарой независимость Турецкой Республики Северного Кипра. Слушай, ну вот в конце концов этот геополитический эксперимент Анкары в 70-е годы 20-го века, он же продолжает ей обходиться в копеечку. Они только в 19-м, кажется, году около 350 миллионов из бюджета Турции потратили на содержание Турецкой Республики Северного Кипра. Это такая себе, условно говоря, Турецкая Абхазия какая-то. Ну, с некоторой большей, с заметно большей долей самостоятельности. Потому что в Абхазии не может победить президент, который будет, условно говоря, отпускать колкости в адрес Путина и говорить о необходимости объединения Абхазии и Грузии. А в Турецкой Республике Северного Кипра такое было возможно. И видишь тут же еще история в том, что, да, с одной стороны, у Северного Кипра, у Турецкой Республики Северный Кипр никогда не было бы никаких шансов на существование, не будь у него под боком Турции. Но, с другой стороны, сами они, насколько я понимаю, воспринимают себя не как часть Турции, а как отдельное государство, которое может и пытается вести какую-то свою независимую от Анкары политику. Ну, там, понимаешь, еще какая штука. С территории Турции на территорию Турецкой Республики Северного Кипра переехало примерно 60 тысяч турков. И официально Анкара этому процессу довольно способствовала. Понятно почему. Потому что непосредственно у турков-киприотов есть память и опыт сосуществования с греками-киприотами в рамках одного государства. И среди них могут быть популярны идеи вновь о воссоединении в рамках некого федеративного государства вместе с южной частью острова. А у тех турков, которые переехали в Турецкую Республику Северного Кипра с территории Турции, у них как бы вот этого вот рессентимента нет. И идея объединения среди них не находит никакой поддержки. Это как примерно Владимир Путин, который переселяет на территорию Крыма граждан Российской Федерации, для которых какая Украина, какое возвращение украинских флагов и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, а какой-нибудь урок мы можем вынести из опыта Северного Кипра? Мы же не просто так сейчас об этом говорим. Ну, ты знаешь, на самом деле какие-то линейные параллели довольно странны, кроме, быть может, нескольких вещей. Во-первых, вот мы видим, как на протяжении 36 лет никто Турецкую Республику Северного Кипра не признает. И несмотря на то, что и Турция является членом НАТО и куда ближе условному коллективному Западу, нежели современная Россия, поэтому все эти планы Москвы по поводу того, что мы вот сейчас Крым немножко поддержим, а потом его все признают, российские флаги над ним, они вот упираются в прецедент Северного Кипра. Там 36 лет никто не признает легитимности появления нового государственного образования на территории острова. Ну, а с другой стороны, это история про то, что некоторые конфликты способны растягиваться на десятилетия. Ну, собственно, мы это видели, по примеру, Нагорного Карабаха, когда 32 года конфликт был, стоял на паузе, а потом внезапно в какой-то момент он разморозился для того, чтобы зафиксироваться по итогу в совершенно иных, отличных от прежних границах и условиях. Завтра продолжим. Всего хорошего. Подвини стандарты.